Жена потомственного почетного гражданина Мария Торопова заявила в июне 1914 года о краже у нее Из квартиры на даче в Малаканском саду золотых вещей и 190 рублей деньгами вор забрался в квартиру через окно Заявить-то она заявила, а вот дачный вор, что ветер в поле, ищи не ищи, а едва ли поймаешь Дача, дачная ограда, сосен, длинные стволы, обдает меня из сада легким запахом смолы Малаканскими садами называлась когда-то дачная местность вблизи города, сразу за полевой поперечной улицей Если едете сейчас по проспекту Ленина в город или из города, крутите головой Может быть вы эти сады и увидите А впрочем, какие теперь сады и дачи Теперь там тоже город и горожане, которые спешат по своим делам А ведь каких-нибудь 110 лет тому назад все было совсем иначе 2 марта 1914 года на одной из дач в Малаканском саду состоялось общее собрание улицы 4 Малаканский сад Шумели долго, шумели, спорили, ссорились и мирились И в конце концов решили, сколько же нам, у родного города, быть бедными родственниками Пора и честь знать, а значит пора просить городскую управу о внесении нашей улицы в городскую черту Мал, пусть наши соседи как хотят, а вот мы, числятся дачниками, больше не желаем Да и какие же мы дачники, если живем в своих домах и зимой, и летом А потому просим городскую управу беспошлинно разрешить нам переход из Малаканского сада в солдатскую слободку Свою кривоватую улицу мы выпрямим, а также отправим делегатов в трамвайную комиссию Узнать, как там дела с решением вопроса о пуске трамвая по больничному переулку Делегатами, уполномоченными сходить в трамвайную комиссию, были выбраны Трое Чернышев, Калянин и Леницкая А вот расходы по выпрямлению кривоватой улицы были возложены на Сибирякова Что ж, господин Сибиряков, любишь кататься, люби и саночки возить А мы пока отпечатаем проект устава общества благоустройства 4-го Малаканского сада И разошлем его всем желающим А что до заинтересованных, то они безусловно были И Мария Торопова, которая вот-вот останется без золотых вещей и денег И Чернышев с Калянином и Леницкой, их соседи и родственники Зимой они выглядывали в окна и считали ворон, глядя на них и на заснеженные деревья А вот зато летом пили чай на своих верандах и строили планы на будущее В которые иногда вмешивались неожиданные обстоятельства А мы между тем вернемся в июль 1913 года Вот что писала в том июле газета «Волжское слово» Еще в прошлом году городская управа проектировала для лучшей планировки города И особенно северной развивающейся его части Обменять на городскую землю часть земли Малаканского сада С таким расчетом, чтобы продолжить через сад Садовую улицу Переговоры эти успехом не увенчались Желая по возможности использовать пригрыбную землю город в прошлом же году Решил сдать в долгосрочную аренду для устройства домовладений Полосой земли с западной обращенной конки и волги стороны Малаканского сада В настоящее время часть землевладельцев Малаканского сада Находя, что сдача этой полосы им невыгодна Предполагают уступить городу землю под Садовую улицу В обмен на полосу земли с западной стороны сада По поводу обмена начались переговоры между садовладельцами и городской управой 28 апреля 1913 года около пяти часов утра От неизвестных причин сгорела дача купца Горачева Находившаяся в пятом Малаканском саду Скорее всего пожар возник от папиролски оброненной кем-то извозчиков Накануне перевозивших имущество купца с дачи в город Убыток от пожара составил что-то около 800 рублей А вот уже в сентябре того же года фамилия и этого же самого купца Горачева Снова попала в криминальную хронику На этот раз речь шла о его даче, находившейся во втором Малаканском саду Вскрыв замок в каретнике, воры похитили из него насильного платья на сумму около 40 рублей А принадлежало это платье кучеру купца Корыжановскому Нет, не везло купцу Горачеву, не везло и все тут Но не везло и мещанке Бочкаревой, проживавшей в одном из Малаканских садов в доме номер 22 В ночь на 23 ноября воры забрались в ее курятник и похитили 8 кур, стоящих 16 рублей Кур, говорите, по осени считают? Может быть и так А вот к мещанке Бочкаревой лучше бы было их не считать, чтобы крепче спать и меньше огорчаться по поводу их исчезновения Но куры и платья это полбеды А вот 3 ноября на улице Больничной с восточной стороны Малаканских садов Случилась беда, так беда Ученики школ замалаканских районов, которые шли на уроки Нашли на улице Больничной труп неизвестного мужчины, одетого в рабочий костюм Труп был отправлен во вскрытный дом Не зря, ой не зря, заведующая 21 смешанным приходским училищем просила городскую управу найти возможность ускорить ремонт Оржановской школы Правда, ее-то больше беспокоило то, что дети приходят на уроки продрогшие в мокрой обуви и одежде Но и видеть картинки, подобные описанным этим детям, совсем не пристало Ну или вот, в апреле 1913 года самарский мещанин Кирьяков, проживающий в первом Малаканском саду в доме Чухонцева Заявил полиции, что 14 апреля у него из незапертой квартиры неизвестно кем был похищен самовар, стоящий 18 рублей А вот 17 апреля двое неизвестных мужчин взломали пробой у каретника дачи Савиновой и попытались совершить кражу Но воров заметил сторож дачи, Старков, который погнался за ними Одного из жуликов Старков успел схватить, но тот набросился на него и начал его избивать В это время на помощь к Старкову явился конный стражник 4-го конного отряда Новиков При помощи которого вор был задержан и отправлен в участок, где он назвался Старостяным Что же до его товарища, то он скрылся и пока не задержан А мы возвращаемся в Малаканские сады И если желаете, можем купить участок земли в первом Малаканском саду Последний ворот против казарм Объявление об этом было напечатано в газете «Волжское слово» в январе 1913 года Участок земли недалеко от казарм Прекрасный выбор Ни один вор не решится побеспокоить А может быть, вам нужен не участок земли, а целый дом? Пожалуйста, в 1913 году в 4-м Малаканском саду Продавался или сдавался в аренду дом, выстроенный хозяйственно для себя Видеть владельца этого дома можно было здесь же во всякое время Желаю взять на прокат или купить хороший рояль Адресовать первый Малаканский сад Рыжинскому Вот так вот, а вы все, куры, да куры Это у мещанки Бочкаревой куры Рыжинскому подавай рояль Звуки которого совсем скоро польются И будут долго таять в ночной тишине Над первым Малаканским садом А вот еще дача, сад продается Зимний дом, баня, конюшник, каретник, обильный колодец Между артиллерийскими и вновь строящимися казармами Неподалеку от Малаканского сада Спросить у исправникова Сдаю и продаю Желаю купить и даю уроки Разыскиваю повара или повариху Малаканские сады, находившиеся совсем неподалеку от города Никогда не были сугубо дачной местностью Кто-то жил здесь постоянно Кто-то приезжал на лето Но и днем, и ночью, и зимой, и летом Жизнь в Малаканских садах била ключом В одно из июльских воскресений 1913 года В девятом часу вечера Пассажиры, садившиеся на конку Около Малаканского сада Вдруг услышали, что конка до Хлебной площади не пойдет Кондуктор, знак номер 38 К которому пассажиры обратились с вопросами Заявил, что, мол, все в порядке Купайте билетики, доедем Успокойные пассажиры купили билеты и уселись на места в вагоне Но доехать до Хлебной площади им так и не удалось По непонятным причинам вагоны доехали только до Троицкого базара И дальше не пошли Возмущенные пассажиры стали требовать назад Заплаченные за проезд деньги Но так и не получив их, побрели пешком в сторону Хлебной площади Да уж, чего только не случалось у дачников Проживавших в Малаканских садах за полевой улицей Так, в январе 1914 года некто Сокольский Проживавший в доме номер 134 на улице 4 Малаканский сад Просил нашедшего вернуть ему сверток рук пси стихов Утерянный на Садовой улице Нам бы ваши проблемы, господин Сокольский О чем вы там писали в ваших стишках О гимназистках, бабочках, соловьях и букашках Или о вьюгах и метелях, которые задувают за полевой улицей А вот группа жителей Малаканского сада Тем временем обратилась в городскую управу С ходатайством о проведении в этот поселок Как именовали его газеты Электрического освещения Ну или вот, в июле 1914 года В доме Калянина состоялось общее собрание дачников Четвертого Малаканского сада На котором обсуждались вопросы водоснабжения сада Из городского водопровода Посадка деревьев на улицах Малаканских садов И переходы из Малаканских садов к линии трамвая В июле 1914 года все еще казалось Что Малаканские соловьи и бабочки Единственная реальность Рядом с которой все остальное только пыль и туман Но пройдет еще какой-нибудь месяц-другой Придут осень, зима И очень скоро станет понятно, что все это не так И жене потомственного почетного гражданина Марии Тороповой Престала печалиться вовсе не об украденных у нее золотых безделушках Дача, дачная веранда Вьется дикий виноград Разговор про Фердинанда, про варенье и Белград С вами был Михаил Перепелкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова